Кому достанутся подземные богатства Афганистана? Констатируя чрезвычайный экономический характер проблем Афганистана, мы напомнили, что груз ответственности за это лежит на Вашингтоне. Первый серьезный энергетический кризис. Что ждет Европа? Снижение темпов роста мировой экономики приводит к снижению спроса на наши товары. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ксения Гудкова. Поздравление с включением Казанского университета в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» направил председатель Совета Ассоциации глобальной университеты, научный руководитель Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. В предметном рейтинге компьютерной науки Казанский федеральный университет поднялся более чем на 100 позиций и расположился на 501-й, 600-й строчке. В этом же рейтинге среди российских вузов КФУ занял седьмое место. Всего по этому направлению в рейтинг вошли 23 российских вуза. Подробнее смотрите в программе, смотрите, кто пришел. Сколько глобально признанных результатов, насколько они в теме, как раз показывает продвижение в предметном рейтинге. И вот рейтинг компьютер-сайенс является результирующим для всех этих институтов. Казанский университет посетил первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации Андрей Петухов. Он стал гостем программы «Смотрите, кто пришел». Выпуск передачи вы сможете посмотреть в ближайшие пару дней. Очень приятно, что наше предложение рассказать про наше ключевое мероприятие нашло отклик у Казанского привозка к федеральному университету. Поэтому мы с удовольствием будем сотрудничать по тем или иным направлениям. У нас есть много разных интересных проектов, которые были бы интересны студентам. Мир переживает первый серьезный энергетический кризис при переходе к чистой энергии. Как это повлияет на самые богатые страны мира и к чему приведет резкий рост спроса на электроэнергию в сочетании с нестабильностью цен на топливо, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Энергетический кризис – это явление, возникающее, когда спрос на энергоносители значительно выше их предложения. Современная экономика требует все больше энергоресурсов, поэтому цены на их электроэнергию являются критически важными для развития современной экономики как в мире, так и в любой стране в отдельности. Соответственно, резкий рост цен на энергию – фактор, значительно сдерживающий развитие экономики, и он не может положительно отразиться на мировой, а следовательно и российской экономике, поскольку российская экономика во многом является экспортоориентированной. Снижение темпов роста мировой экономики приводит к снижению спроса на наши товары на зарубежных рынках. Естественно, высокие цены на энергоносители будут выгодны для российских энергетиков, для топливно-энергетического комплекса, что компенсирует отчасти снижение темпов роста других отраслей. С точки зрения российской экономики и России в целом, рост цен на энергию – это не лучший вариант развития событий. По словам Игоря Коха, то, что происходит сейчас на рынках энергоресурсов, можно назвать энергетическим кризисом. Безусловно, это не кризис, вызванный переходом к чистым энергетическим источникам, к возобновляемым источникам энергии. Скорее, напротив, это кризис, вызванный бездумным, необоснованным отказом от использования традиционных источников энергии. По словам Игоря Коха, дальнейшие попытки сократить традиционную генерацию в пользу возобновляемых источников энергии, без должных на то экономических обоснований, приведут к еще большему ухудшению ситуации, удорожанию энергии и энергетических ресурсов. В последние несколько лет в США, в Европе, в Японии, в других странах произошли массовые ликвидации атомных электростанций, угольных электростанций, закрытие угольных шахт, сокращение генерации электроэнергии и тепловой энергии за счет традиционных углеводородных, угольных и атомных источников. Резкий рост спроса на электроэнергию в сочетании с нестабильностью ценно-топлива означает, что в течение нескольких десятилетий мир может оказаться в тяжелом положении. Последствия, вероятно, будут варьироваться от периодов инфляции и обострения неравенства доходов до надвигающейся угрозы дефицита электроэнергии и падения экономического роста. Елизавета Никитина, Универньюс. Делегация Казанского федерального университета находится с визитом в городе Каир. В состав делегации входит проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев и директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось заседание профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников КФУ. Афганистан – это государство, в котором имеется огромная ресурсная база, в том числе и редких природных ресурсов. Государство в силу своих исторических особенностей развития не могло никак организовать добычу и разведку полезных ископаемых. В 21 веке Афганистан занимает одну из лидирующих позиций по разведанному, но недобываемому и неиспользуемому сырью. И большинство развитых стран заинтересованы в эксплуатации полезных ресурсов Афганистана. Тогда уже между ведущими странами может возникнуть конкуренция. Почему государство не может распоряжаться своими полезными ископаемыми и кто может претендовать на их богатство? С приходом новой власти и окончанием 20-летних геополитических экспериментов Вашингтона в Афганистане сложилась тяжелая политическая и экономическая ситуация. Россия заинтересована в политической стабильности в Афганистане, заинтересована в экономическом развитии этого региона и имеет там собственный экономический интерес. С учетом лития и других редкоземельных металлов оценки запасов минерального сырья в Афганистане достигают 3 триллионов долларов. Смена власти снова поставила вопрос о том, сможет ли она наконец воспользоваться природными богатствами. Ведь до сих пор афганскому народу не удавалось добыть и продать все это, а вырученные деньги вложить в развитие страны. Добычу на территории Афганистана, чего бы то ни было, организовать в ближайшее время будет сложно. В силу неразвитости транспортной инфраструктуры, отсутствия специалистов, отсутствия желающих вкладывать серьезные деньги в эту страну, отсутствия жесткого контроля над территорией страны как со стороны правительства, так и со стороны каких-либо других сил. Но кому же все-таки достанутся медь, золото и литий при талибах, запрещенных на территории Российской Федерации? И есть ли перспективы сотрудничества нашей страны с Афганистаном? Сегодня складываются достаточно хорошие перспективы, в том плане, что Россия была одним из немногих государств, с которым не вступила в конфронтацию с движением талибан на период прихода его к власти. Более того, мы с вами знаем прекрасно, что в Москве шли переговоры летом этого года с движением талибан. И в целом Россия демонстрировала намерение и готовность искать компромиссы между Российской Федерацией и новым правительством движения талибан, которое, кстати, запрещено в России до сих пор. Стоит отметить, что 6 октября на встрече в Москве с новым министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахьяном Сергей Лавров серьезное внимание уделил положению дел в Афганистане. Констатируя чрезвычайный экономический характер проблем Афганистана, мы напомнили, что груз ответственности за это лежит на Вашингтоне и тех, кто его поддерживал. Разумеется, исходим из необходимости подключить к урегулированию всего спектра гуманитарных проблем соответствующие международные организации. Мы наблюдаем серьезные конкретные шаги на этом направлении и со стороны международных структур, и со стороны стран-соседей. Движение «Талибан», запрещенное в Российской Федерации, находится у власти чуть более месяца. И за этот период говорить о том, что полностью вся ситуация в стране взята под контроль, не приходится. Однако в будущем не исключается факт международной концессии, когда добыча полезных ископаемых производится совместными усилиями национального государства и крупных корпораций. Эксперты Казанского университета утверждают, что было бы желательным по открытию рынка сырья в Афганистане впустить туда российские компании в силу опыта России в сфере нефти и газодобычи, а также в добыче металлов. На этом все. В студии была Ксения Гудкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!